Да, конечно, заходите к нам еще, всегда вам рады. Вот что значит лояльный покупатель. Каждый вторник заходят, как к просписанию, хоть часы сверяй. Постоянное совершение покупок это еще не признак лояльного потребителя. Это почему же? А что же еще по-твоему должен делать лояльный потребитель? Ну вообще-то есть такой термин. Лестница лояльности. На самой нижней ступеньке стоит потребитель. Человек, который хотя бы раз совершил покупку в вашем магазине. Может быть случайно, может быть он больше к вам никогда не вернется. Его лояльность пока равна нулю. А вот если он зайдет к вам еще раз, а потом еще раз. Да еще много, 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 много раз. То можно говорить, что он перешел на следующую ступеньку. Стал постоянным потребителем. Ну вот, я же говорю лояльный покупатель. Совсем не обязательно. То, что он делает постоянно покупки в вашем магазине, совсем не означает того, что его лояльность высока. Просто привык может быть. Человеку вообще свойственно действовать по привычным поведенческим схемам. И если завтра рядом откроется другой магазин, то ваш якобы лояльный покупатель может сменить магазин. Потому что новый, например, на пару шагов ближе. И вся лояльность на этом закончится. И пусть канает за отсюда, а то ему... Погоди, а с какого тогда момента начинается настоящая лояльность? Со следующей ступеньки, которая называется сторонник. Переход состоится, если однажды ваш покупатель задаст себе вопрос. Почему он ходит именно в ваш магазин? И сможет дать себе осознанный ответ. Например, потому, что у вас цены ниже, ассортимент богаче. Или, например, потому, что ему нравится, что его здесь помнят, что ему тут рады. Так это же доцент! Здорово! Для вашего сторонника регулярные походы в магазин это уже не просто привычка. Это осознанный выбор. Переманить его к себе вашим конкурентам будет значительно труднее. Ну, в принципе, согласен. Я вот когда сметану в магазине покупаю, в желтом стаканчике, не помню ее название. А если ее нет, беру любую другую подходящей мне жирности. А вот когда пиво беру, ну тут сам понимаешь, тут совсем другое дело. Ну-ну-ну-ну-ну. Особенно вот, недавно появилось светлое пиво. Вот это я понимаю пиво. И вкус прям бархатный. И запах, что надо. Ну прям сказка, а не пиво, а? И цена, ну совсем недорогая. Красота! Я не так давно, ну, до карантина-то, в Чехию ездил. Так вот, это светлое пиво ничуть не хуже того, что в Праге наливают. А может даже и лучше. Так что же получается, что я в отношении этого светлого пива сторонник? В отношении этого пива вы уже перешли на следующую ступеньку лояльности. Вы стали уже не просто сторонником, а пропагандистом. Разница в том, что вы настолько полюбили этот товар, что готовы активно делиться с окружающими своим мнением. Расхваливая и, по сути, рекламируя его. Сделать своих потребителей пропагандистами большая удача для предпринимателя. Особенно в тех случаях, когда возможности для рекламы ограничены по финансовым или законодательным причинам. Например, как с пивом. Понятно. То есть сделать своих потребителей пропагандистами это предел мечтаний, значит? Не согласен. Есть еще одна ступенька. Когда ваш покупатель становится вашим партнером. И начинает принимать непосредственное участие в продажах. То есть не только рассказывает всем о преимуществах вашего предложения. Но и сам начинает продавать. Или хотя бы приводить к вам за руку новых покупателей. На этом основаны инструменты так называемого сетевого маркетинга. В некоторых областях они довольно успешно работают. Про Гербалайф же все слышали? Но эта схема, конечно же, подходит не везде. Так что же получается? Нужно во что бы то ни стало всех своих покупателей двигать вверх по этой лесенке лояльности? До пропагандистов как минимум? Это зависит от природы вашего бизнеса. Вот смотрите, вам нужен некий достаточный объем продаж. Представьте себе этот объем в виде какой-нибудь емкости. Например, ржавого ведра с дырками. И вы прилагаете все усилия, чтобы емкость всегда была полна. Для этого можно идти двумя путями. Можно старательно заклеивать дырки, чтобы от вас не уходили ваши покупатели. То есть повышая их лояльность. Но можно и увеличить приток новых покупателей. И тогда не так уж и важно, сколько из них вернется к вам после первой покупки. И то, и другое стоит денег. Есть стоимость привлечения новых покупателей. И есть стоимость удержания старых. И просто нужно смотреть, что выгоднее. Прошу вас, продолжайте. Например, если вы торгуете сувенирами возле пирамиды Хеопса, ваш покупатель, скорее всего, придет к вам один раз в жизни. И вы его больше не увидите. Бороться за его лояльность бессмысленно. Нужно направлять усилия для его привлечения. Вывеску сделать поярче. Место выбрать на самом проходе. Другое дело, если ваш бизнес предполагает долгие взаимоотношения с покупателем и повторные покупки. Тут важность лояльности потребителя трудно переоценить. Понятно. Есть над чем задуматься. У меня ведь и те, и другие покупатели попадаются. Причем вот их сразу видно. Один вот на бегу заскочит. И вряд ли когда-нибудь я его еще увижу. А другой явно где-то рядом живет. Вон у нее и сумка с продуктами в руках. Пойду поздороваюсь. Обслужу по первому разряду. Скидку предложу. Поднимаю лояльность, так сказать. Молодец! И я рад, что наши советы приносят вам пользу. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. И увидимся.